Здравствуйте! Кстати, можете подписываться на мой YouTube-канал, ссылка в описании видео на Вальный Лайф, так что на здоровье. Смотрите, на самом деле, я прежде всего хочу сказать, что слово «фейки» дискредитировано. Оно фейковое, потому что, да, абсолютно так и есть, потому что то, что мы уже привыкли называть так называемым законом о фейках, за которые могут посадить, за нарушения, которые могут посадить на 15 лет, это, конечно, никакой не закон о фейках, это закон о военной цензуре, то есть, если вы, не знаю, в произведении о бравом солдате-швейке, там, когда муха садится на нос портрета императора и какает на него, и это все рассказывают друг другу, это тоже фейки, что ли? Нет, это, конечно же, военная цензура, которая совершенно издевательски работает по отношению к населению, она абсолютно, с одной стороны, беспощадна, а с другой стороны, она часто бывает абсолютно абсурдна, но это, конечно, не фейк, это, понимаете, это слово модное в последние годы, которым теперь принято оправдываться власть или еще кому угодно, когда можно заранее заявить, нам не нравится вот эта информация, и поэтому она фейк, можно дальше ничего не доказывать, ничего не говорить, ну, соответственно, так действует российское телевидение. Окей, мы рассказываем о том, что некая ракета ударила по вокзалу в Краматорске, ну, это фейк, что это сделала российская армия, что это сделала Российская Федерация, поэтому нужно заранее просто объявить, что это фейк, для того, чтобы в глазах каких-то людей это стало фейк, и дальше ничего не доказывать, вот, и слово фейк, оно абсолютно дискредитировано, поэтому будьте с ним, пожалуйста, аккуратнее, вот у меня было такое поступление. Но мы, тем не менее, будем использовать его или какое-то альтернативное уже появилось? Ну, давайте по старой памяти, потому что нужно, давайте враньем заменять его, неправда и ложь, вот что-нибудь такое, что мы знаем давно со школы, потому что, знаете, надо бороться за Россию, нужно бороться за русский язык и начинать с таких вещей, мне кажется, да? Да, российские аналоги будем использовать. До того, как разбирать конкретные случаи, хотела узнать твое личное ощущение, где больше вранья, лживых фактов, в тех сводках, которые дает Министерство обороны Российской Федерации или на государственных телеканалах? Ну, государственные телеканалы, они просто распространяют чаще всего на 80% то, что говорит Миноборона, но там, конечно, больше этого, потому что остальные 20% им приходится додумывать, исходя из того, что Минобороны, значит, как бы их сводки, они не могут покрыть все 24 часа вещания, нужно рассказывать что-то еще, поэтому они вольны в этом смысле додумывать, что хотят. И, в общем, недавно мне рассказывали, вот на днях напишу пост о том, как работает издание под названием «Ридовка» или «Риадовка» его иногда называют, и там просто главный редактор на ходу может выдумывать что-то, вот ему там говорят, редактор, правда, уже уволенный, да, что-то делаешь, что-то за фигню несешь, и у этого нет ни одного подтверждения, там, не знаю, он просит, чтобы Зеленского наркоманом называли, еще что-то, потому что просто так огонька из сводок в Министерство обороны, их не хватает, поэтому нужно доделать. Но «Ридовка» — это вот такого среднего пошиба, у них почти миллион подписчиков или больше уже миллиона подписчиков в Телеграме, но их возят на совещание в «Оно диалог», это такая структура при администрации президента, но это еще не администрация президента. А вот кто ездит в администрацию президента, там, наверное, еще в администрации еще больше ада происходит, как, наверное, можно предположить. Но, короче говоря, да, средства массовой информации, помимо того, что у нас генштаб, прямо сказать, не кристально честен и чист во всем, да, вот приходится еще додумывать, просто потому что вот этих сводок, 10-7-минутных, которые происходят с утра, их на весь день не растянешь, поэтому нужно что-то еще добавлять, какие-то архивы вытаскивать, то есть на РЕН-ТВ интересные программы сейчас идут в области вот это вот популяризаторство на стыке Украины, инопланетян — это вот такой жанр. Вот, значит, все легенды и мифы Игоря Прокопенко достаются для того, чтобы это совещалось. Ну, это совсем кромешно, хотя я не знаю, что хуже, то есть когда официальный орган власти Российской Федерации занимается откровенной ложью, да, или официозные органы, то есть НТВ, например, это не государственный канал, да, он принадлежит через две прокладки только государству, вот, то есть он практически является частным, если бы мы были до конца, вот, как бы, бились за чистоту формулировок и так далее, это практически частный телеканал, но вот он занимается там откровенной ложью. Я не знаю, что хуже. То есть когда это делают 20 телеканалов, и когда это делает одно из главных ведомств Российской Федерации, вот, но, в общем, подытоживая, да, конечно, приходится телеканалам врать еще больше, потому что они больше фантазеры, им полагается по профессии быть большими фантазерами, чем Министерству обороны Российской Федерации, но и Министерство обороны Российской Федерации тоже показало себя, вот, с точки зрения написания и создания произведений фантастики на довольно высоком уровне. Ну, они рука об руку шли достаточно долго, учились друг у друга тоже полезным навыкам. Хотел спросить, вчера произошла гибель, затонул крейсер Москва, и по телевидению... Ну, да, больше суток, больше суток. На телевидении удалось что-то посмотреть, что про это говорится, потому что, ну, вот, все, что я знаю, это какие-то очень короткие упоминания, обычно-то любят все темы очень серьезно в Мусоле. Ой, на самом деле, я честно признаюсь, я вот в эти два дня занимался переездом, поэтому я смотрел только интернет, потому что сейчас у меня VPN для того, чтобы смотреть российские телеканалы, он только на компьютере, вот, я сейчас достал компьютер, чтобы с вами разговаривать, но вообще как... Ну, то есть я проглядываю сводки первого канала, там выпуски за сколько? За четыре часа дня, да, там ничего не было, а в крейсере Москва сегодня, например, да, и если об этом говорилось, что-то в полслова, ну, давайте на всякий случай я вот здесь воздержусь от точнейших комментариев, потому что я сегодня буду готовиться к записи программы «Выезжаем за пруфами», вот. Надеюсь, послезавтра ее выпустить и там подробно это разобрать, но из того, что я вижу, на телеканалах ничего об этом не сообщают, то есть телеграм-каналы, да, там другая степень откровенности, так скажем, и вот у Владимира Соловьева, его чудесное шоу, он об этом долго рассуждает, я не знаю, подготовили вы этот фрагмент или нет, для того, чтобы мы его посмотрели все вместе, но вот если вы его не покажете даже, я очень советую посмотреть вашим зрителям, ну, как только они досмотрят шоу «Навальный лайф», конечно же, не раньше, вот, посмотреть кусочек, у меня в телеграм-канале можете посмотреть, ну и вообще он везде разошелся, как Владимир Соловьев сегодня утром рассуждает о гибели крейсера, и это антивоенная пропаганда, в смысле он не за мир, конечно, топит и пропагандирует мир, он ищет врагов в Министерстве обороны Российской Федерации, которые это все допустили, потому что вчера или позавчера была методичка такая, значит, крейсер уже старенький, значит, а ракеты у украинцев такие мощные, вот эти подводные торпеды «Нептун», что, в общем, так могло случиться, так, ну и там Господь не уберег, ну, то есть там вот из трех пунктов, значит, уже старенький, Симоньян даже сказал, что они одного возраста приблизительно, она даже моложе его, вот, как будто она непонятно сделала ему комплименты. А мы сейчас, Илья, давай посмотрим, у нас видео есть, и потом добавим что-то к этому. Давай, 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 конечно. Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота Москвой. Я просто в бешенстве. И когда мы говорим, что да, ему было много лет, да, да, он прошел ремонт, да, да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые травмы, я все понимаю. Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять. Вы мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря в это время? И мне не важно, что произошло. То ли две ракеты «Нептун», как говорят украинцы, и с каких это пор боевой корабль боится ракетного удара, когда у него стоит комплект, позволяющий ему бороться с такого рода ударами? Что, что-то было неактивировано? Хорошо. Даже удар двумя ракетами. Возник пожар боекомплекта. А что у вас с противопожарной системой? Объясните мне, пожалуйста. Почему ваша противопожарная система не сработала, и корабль выгорел практически изнутри датла? Ну, надо было самого Владимира Соловьева отправлять воевать. Он во всем эксперт, конечно же. Но вот я хочу спросить, как это работает? Что это нет методички, и себе позволяет Соловьев высказаться? Или это какая-то неправильная методичка не оттуда пришла? Ну, во-первых, я очень рад, что этот кусочек прозвещал на YouTube-канале, который называется «Навальный лайф», потому что Алексей Навальный вполне мог бы позволить себе такое же выступление после того, как узнал о том, что произошло. Ну, ладно. Это сигналы. Владимир Соловьев сигналы дает. Нет, не факт. Я просто говорю о риторике самой, потому что вопросы, они в данном случае уместные. Поведение Соловьева, оно вполне уместное, когда журналист, давайте назовем Владимира Соловьева в данном случае журналистом, он задает вопросы государству, почему так произошло, почему главный флагман Черноморского флота потерпел это крушение, и неважно при чем, виновата в нем сторона противника, или же это просто разгильдяйство Черноморского флота и Министерства обороны Российской Федерации. Это нормальные вопросы. Алексей Навальный их задал бы наверняка. Их почему-то задает Владимир Соловьев впервые за долгое время войны. Если бы это было вне контекста самого Владимира Соловьева, я бы в этом ничего плохого не видел. А так кажется, что ему просто сегодня платеж не зашел из Министерства обороны Российской Федерации. Гонорар где-то застрял. И так бывает у людей, которые берут блоки на заказуху и на антирекламу. То есть пока деньги не придут, они будут мочить. Потом придут деньги, они будут хвалить. Возможно, тут такая ситуация, не знаю, честно говоря. Потому что сейчас, как бы ни сложилась ситуация, врагов внутри этого коллектива фашистствующего, правительства и власти Российской Федерации, рановато искать врагов. То есть нужно сначала разобраться с войной, а там уже выяснять Герасимов или Шойгу. То есть это по уму можно было бы делать. А так, если это не методичка, то это очень смелое заявление. Если это методичка, это значит, что во власти большие проблемы, в том числе с точки зрения того, насколько она зацементирована. И если они сейчас начали искать врагов внутри себя, пятую колонну, то дальше разброд и шатание только усилятся. И тот, кто принял это решение, искать пятую колонну, если оно принято, конечно, оно очень плохо может закончиться для этой всей кампании, потому что оно только усилит истерику, оно снизит исполнение приказов, потому что все будут еще больше бояться брать инициативу на себя и тому подобное, и тому подобное. В общем, ничего хорошего для российской власти вот в этом выступлении Владимира Соловьева я не вижу. Я, кстати, вот эту риторику у него замечала не раз, когда он привыкает кого-то на местах винить, еще каких-то отдельных чиновников, главное, чтобы отвести как будто бы всю эту тему от Путина. Мое мнение, что хотела добавить, что действительно очень мало вообще было по поводу крейсера Москва, какой-то информации, в основном все про Байдена, опять про Запад и так далее. Хотела обратить внимание еще на одно видео. На первом в программе антифейк, вот про дискредитацию слова фейк, говорили про помощь, что помощь Украине со всего мира, там Запада и так далее, это все фейк, и на самом деле Киеву никто не хочет помогать и не помогает. Вот, и опять всю тему Увелина Байдена, давайте маленький кусочек посмотрим, тоже обсудим его. Мы привыкли к тому, что уже и понимаем сейчас, что у нас два союза, армия, флот, вот как мы, вот веками мы жили, мы не меняемся, мы становимся только сильнее. А там у Байдена тоже, наверное, есть два союзника, Деменса и Паркинсон. Но он абсолютно управляемый на сегодняшний день человек. Да, это кусочек, куда увели опять на Байдена. Вот с чем это связано, с чем обсуждение каких-то проблем, там в российской армии, неважно, или Украины, почему все сводится опять к Байдену? Ну, потому что Байден действительно не молод, и, наверное, его можно пинать из-за этого, да, как бы, с связкой президентов, которые шли на выборы президента в США над ней. Может смеяться, и, наверное, может смеяться любая страна, только не Российская Федерация, где несменяемый президент уже больше 20 лет, тоже у него, видимо, проблемы с деменцией, с Паркинсоном. Но это так же, как с фейками, да, то есть ты обвиняешь другую сторону, запускаешь эту тему, и как бы снимаешь себя с таким образом. Возможно, обвинение в том же самом, потому что будешь говорить, что это, значит, повторюша. И, значит, ничего солидного придумать не сможешь. Мне больше позавчера понравился эпизод на НТВ о том, что Байден выступал по поводу, значит, проблемы с экономикой во всем мире, в которой виновата Россия. И в это время, сообщает телеканал НТВ, на Байдена покакала птичка. Вот. И это, ну, это серьезная новость. Вполне себе. Или как, вот, когда началась война, показывали Порошенко, по всем каналам показали Порошенко, значит, что у него охранник стоял на заднем фоне, и у него из автомата ржок с патронами вывалился. А это стало чуть ли не главной новостью. Вот, посмотрите, как у них армия готова. И так далее, и так далее. Нет, видите, это же, ну, такая проблема, когда нужно за что-то зацепиться. Тем более, когда экспертизы вот хватает максимум на то, чтобы вот вспомнить цитату Александра Третьего про армию и флот, приписать ее к сегодняшнему дню. Хотя, находясь с армией, с флотом, как мы видим, есть некоторые проблемы. То есть, наверное, союзника два. Но насчет того, насколько они крепки, насколько им следует доверяться безосновательно, доверять безосновательно, это большой вопрос, как выяснилось в последние два месяца. Вот, поэтому нужно каким-то образом переключить тему на что-то другое. Там, где получится без экспертизы, потому что, ну, это неинтересно, на самом деле, все читать, там, какие-то сводки, значит, цифры. Иногда, вернее, это интересно, когда ты можешь там подвязать это к ракете из Краматорска, что-то. Но лучше все свести на шутку, которая будет выставлять тебя в выигрышном положении и не дать человеку, над которым ты шутишь, ответить. Вот, здесь такая ситуация, потому что они сами шутят шутки, сами смеются над ними. И, в общем, никто не возражает, потому что в студии других людей нет. И для зрителя это может казаться убедительным, потому что в этом и смысл российского телевидения. Там только одна точка зрения, только она произносится разными лицами на благословитель каналах одновременно. И у человека, который просто щелкает между каналами, у него может сложиться впечатление, что это вот разные точки зрения разных людей. Его не будет беспокоить, что это одно и то же. Одна и та же распечатка, одна и та же самая методичка, распечатанная из администрации президента. Поэтому она оказалась на одном канале, на втором, на третьем. Он может менять название, но там все это будет одно и то же. Ну вот, вот отсюда берется эта тема. Ну да, ну потому что все представители другой точки зрения, они вот, как это, забыла, как зовут этого журналиста, Майкл Бом. Бом, точно, точно. У вас был как-то целый выпуск про него, фейк-ньюс, да, который просто такой мальчик для битья, да, и вот, что у него никаких аргументов нет. Еще одна тема. Я часто слышу, когда вдруг, включая там речи Маргариты Симоньян, она притягивает какие-то факты и говорит, что Россия – это вот самая демократическая страна. Вот, посмотрите, что здесь на Западе, что здесь в Европе, а у нас такая-то демократия. Вот. И, собственно, что последняя Маргарита Симоньян выступала на телевидении и заявила, что, внимание, не бывает развитых экономик без цензуры. И, в пример, привела Китай, и что вот нам нужно быть, как Китай. Что и тут можно возразить, потому что у нее наверняка найдется кучка аргументов. А мы будем смотреть ее фрагменты выступления или нет? Не будем, видимо. Ты пересказала потом что-то. Будем. Будем прямо сейчас. Давайте посмотрим и обсудим. Давайте посмотрим. Конечно. У нас было два периода в нашей истории, когда у нас не было или почти не было цензуры. Это был период с 1905 по 1917 год. Мы помним, чем это кончилось. И это был период перестройки и воспоследовавших наших драгоценных 90-х. Мы помним, чем это кончилось. Оба раза это кончилось развалом страны. Не может большое государство существовать без контроля над информацией. И они, те, кто заставил нас написать в нашу конституцию, что цензура запрещена, прекрасно это понимают. Они, которые нас десятилетиями учили, что так нельзя. Ай-яй-яй. Свободное общество. Не может быть, вот это моя любимая, не может быть развитой экономики там, где нет развитой политической системы, свободной политической системы. Это все чушь собачья. Посмотрите на Китай. Нравится экономика Китая кому-нибудь? Мне нравится. И что, там есть какая-то свобода в политической жизни страны? В информационной жизни страны? Ее близко нет. И не было никогда. И может быть и неплохо. Может быть и хорошо. Это же абсолютное, ну такое, лучшее время по духоподъемности. Это лучшее из того, что было в Советском Союзе. И я помню, что я даже в 89-м году была исполнена гордости за этот красный галстук. И научилась, пошла на курсы, стала барабанщицей школьного пионерского отряда. И мне это было гордо. В Первомайском парке на линейке стоять в красном галстуке с барабаном, принимать других детей в пионеры в качестве барабанщицы. Оказывается, мы этого ждем все. информационную политику надо менять. Культурную политику надо менять. Сейчас самое время. Сейчас время вот этого перелома вообще посмотреть на все, что у нас в стране происходит, по-другому. Начиная с фразы «цензура запрещена в Конституции». Что возразить Маргарите Симоньян, которая утверждает, что не бывает развитых экономик без цензуры? Надо что-то возражать обязательно? Не обязательно. Может быть, ешь. Маргарита Симоньян говорит, что она в восторге от китайской экономики. Но я бы на самом деле посмотрел на нее, как она, я не знаю, на каком-нибудь заводе Nike там собирает ботинки, на конвейере работает. Вот чтобы там она поосторгалась экономикой Китая. Потому что, безусловно, несмотря на значительные свои плюсы, это экономика, которая построена благодаря очень большому демографическому фактору Китая, которого в Российской Федерации, конечно, нет. И там много людей могут получать не очень, мягко говоря, высокую зарплату, но при этом их выжимают, как мочалку в душе. И я думаю, что если бы Маргарита Симоньян оказалась на этом конвейере, она так экономикой Китая не восторгалась бы. У меня вот такое подозрение, но дай бог, что ей удастся поработать как-нибудь в поте лица, ну не так, как она сейчас делает, а вот, не знаю, восстанавливая дома на Украине, работая над репарациями в этой стране, потому что она заслуживает дальше такой деятельности, безусловно. Что касается примера Российской империи и Советского Союза, которые развалились, ну так Российская империя, она развалилась вовсе не из-за того, что была какая-то особенно либеральная система управления СМИ, если мы так можем назвать газеты, до 1914 года, так в 1914 году была фактически военная цензура введена, и вот именно при военной цензуре Российская империя что-то и развалилась во время Первой мировой войны, вот, что-то военная цензура как-то не спасла страну, и это Маргарита совершенно не беспокоит, ну просто она, наверное, не знает, что там еще одно событие происходило между 1905 и 1917 годами, тоже советую ей это изучить, но лучше сначала на репарации, вот на репарации лучше сперва. Вот, и что касается Советского Союза, ну так эта страна, если мы посмотрим на ее экономику к 1985 году, в каком она находилась состоянии, то вовсе не свобода печати и массовой информации, которая тогда появилась, она уничтожила эту страну, в общем, нужно обладать несколько более полной картиной, не пытаться построить все на одном факторе или на двух, желательно все-таки быть менее тенденциозным, но давайте, ну то есть, по крайней мере, знаете, нам есть за то, что людям показывать, что рассказывать о Маргарите Симоньян, потому что если бы ее выступления были более скучными, то, ну вот, такого назидательного примера того, как можно на глазах тупеть и пытаться зазомбировать и оглупить народ, сидящий перед телевизором, у нас не было бы, если бы они выступали чуть более спокойно, чуть более хотя бы равновешно, нет, они просто несут какую-то оголотелую пургу, и, ну, хорошо, зато это честно, зато, ну то есть, с этой точки зрения это честно, это, знаете, хорошо, когда ясность, вот ясность, что эти люди вообще ни в чем не понимают, они с трудом, ну то есть, это так же, как их заявление о том, что нужно национализировать Макдональдс, мы сами, значит, с этим справимся, Икея, значит, Оби, значит, который не может никак открыться, потому что ему просто из Германии отключили сервера с кассовыми аппаратами, и все, ну, вот как бы руководство попыталось национализировать, все, значит, на колоде лежит, это Оби, когда они сделают свою систему, значит, это большой вопрос, когда у них получится разработать что-то свое, тем более, когда на аутсорс в мировой компании ты уже ничего не закажешь, вот интересно, как они собираются с этим справляться, то есть, возможно, этот разговор о том, что мы должны идти к Китаю, он имел какое-то значение, ну, допустим, если бы в 2010 года страна начала к этому готовиться, к большой мобилизации, и в 2022 году мобилизация бы эта началась, но страна жила так, как она хотела жить, и это и плохо, и хорошо, да, потому что, ну, мы видим, как люди погрузились в этот конформизм, когда можно спокойно ни о чем почти не заботясь, да, о политике в стране, можно рассчитывать на то, что ты получишь кредит, на то, что у тебя стабильная зарплата, и поэтому ты можешь ничем не интересоваться, но, с другой стороны, они же не вот этой мобилизацией, которую сейчас пытаются втюхать Симоньян, они тоже не интересуются, им это неинтересно, они сейчас это не воспримут, да, то есть у нас в стране, благодаря тому, что на телевидении, на радио и в газетах одна и та же точка зрения, да, это говорит о некоторой фашизации общества, да, о том, что, значит, это совершенно такая пучок взглядов, все, значит, свернули в пучок и обмотали его какой-то бумагой, но в отличие от немцев 1930-х годов, мне кажется, русские, и это национальная черта, и в ней нет ничего плохого, они более, они менее педантичные, они не будут готовы выполнять эти приказы, вот, что, кстати говоря, мы иногда и замечаем, то есть только совсем какие-то запуганные бюджетники, они соглашаются букву Z это вебить себе на машины, какие-то людоеды, но нормальные люди, которые никаких взглядов не придерживаются, да, то есть они, допустим, никогда не слышали, там, не смотрели блог Алексея Навального или не смотрели телеканал Дождь, не читали газету Ведомости в лучшие времена, но вот что-то я сомневаюсь, что они захотят шагать строем под, значит, звуки цензуры, которые будут доноситься и разглашаться Маргариты Симоньян с телевизора. Ну да, вообще я жду, что в следующем каком-то выпуске Маргарита Симоньян, в пример, поставить Северную Корею и захочет, чтобы мы в это поверили, что там процветающая экономика, не знаю, в этом направлении мы должны двигаться, потому что в последнее время какие-то аргументы даже не пытаются искать. Еще одно видео, которое я хочу, чтобы вы посмотрели, Россия-24, в программе вышла у Никиты Михалкова, давайте посмотрим, обсудим потом. Высшая свобода это когда не нужно выбирать, когда ты сделал свой выбор. И сегодня время, когда нужно делать свой выбор. Ну а настоящим патриотам я хочу дать послушать вот это. Не могу воздержаться от комментариев, просто что как будто бы режиссер, который выпускал ни один фильм вообще, просто забыл подготовиться и сделал презентацию на коленке вообще. Ну как так? Ты слишком хорошо думаешь о Никите Михалкове, потому что он просто берет видео, которое ему присылает ватсап. Я слежу за его программой «Бесогон» последние лет 8, наверное, внимательно. До этого тоже какие-то выпуски смотрел, но так, чтобы регулярно, лет 8 уже. И вот просто, что ему присылает ватсап, он это все публикует спокойно, с большим удовольствием, поэтому все окей. Но на самом деле, на самом деле, вот под эту... Мне показалось, у вас в аппаратной даже кто-то подпевал этой песни, потому что уже часто ее слышите. Мне тоже захотелось подпеть, потому что я ее уже в третий раз все послушал. Очень манящий мотив, конечно. Но смотрите, что под эту песню можно показывать кого угодно, то есть российских депутатов. Можно самого Никиту Михалкова показывать, у которого, между прочим, в винодельной на пару есть с одним миллиардером, находящийся в Тоскане. Он там выпускает или, может, выпускал до этого года вино Додичи. Это человек, у которого первое партнерство с Италией состоялось еще в 1989 году, если не раньше. И я сейчас готовлю фильм о Никите Михалкове в трех частях, потому что Никита Михалков, он, как известно, выпустил «Утомленный солнцем». И, кстати, давайте тоже не будем как Никита Михалков, мы не будем заниматься культурой кенселинга. То есть хорошие фильмы Никиты Михалкова, пускай они останутся с нами. Плохие... Останутся с ним. Останутся с ним, куда бы он ни пошел, и мы будем ему напоминать об этом, ничего страшного в этом нет. Но «Утомленный солнцем» он выпустил в трех частях, и я в трех частях выпущу фильм про него. Я начал писать сценарий, и я могу сообщить, что первая часть будет называться «Лжец», вторая часть будет называться «Лжец-Лжец», и третья «Лжец-Лжец-Лжец-Лжец». Для того, чтобы... Ну, потому что он пользуется большой популярностью как раз вот в этой среде ватсапа, где родители присылают детям программы с бессогоном и говорят, ну, посмотри, сам Никита Сергеевич тебе рассказывает. Почему они так его воспринимают? Потому что он говорит какую-то особенно ценную, особенно проверенную информацию? Нет, потому что это лицо из телевизора, и это действительно блестящий актер, блестящий актер до сих пор, он узнаваемый, и его вот люди таким образом и воспринимают до сих пор, что вот это значит тот самый человек, и поэтому мы ему верим. Когда ты просишь «Повторите, ну, какие аргументы он приводит?» Они не могут это сделать просто потому, что он их очаровывает, пока говорит. Когда только... Как только он перестает говорить и эти слова начинают жить отдельно от него, они перестают работать. Это очень интересная особенность пропагандистов, талантливых, да, артистов вроде Михалкова или даже Владимира Солёва, потому что у него же в виде на жительство в Италии было написано или до сих пор написано, не знаю, аннулировали мы его или нет, у него написано «artist», артист, да, и, соответственно, он сейчас себя сравнивает с Левитаном, хотя это большое оскорбление на самом деле для Левитана это так делать, но тем не менее у Левитана было звание «Народный артист Советского Союза», вот, и они себя также чувствуют артистами, людьми, которые воспроизводят чужой текст. Они делают это довольно убедительно, как пропагандисты они в него верят, пока произносят, когда они заканчивают его произносить, они могут уже относиться к нему как угодно и вообще забыть это нормально совершенно, но вот, когда он в кадре работает, это немножко другое, когда он показывает эти видео из WhatsApp, так что, я вот сделаю сейчас, как только я разберусь немножко со своими делами, какими-то очередными по выпуску роликов на YouTube-канале, вот, то я займусь обязательно этим фильмом, тем более, что у меня сценарий первой части фильма про Никиту Михалкова уже почти дописан. Но вот очень хочется его посмотреть, как минимум, потому что не хочется весь объем его выпусков смотреть самому, я очень... Как это не хочется, Ира? Это неправильно. Ты смотришь самые потрясающие трейлеры того, что может быть на планете Земля, и не хочешь смотреть эти фильмы целиком. Это не киноподход. Я понимаю, но я доверяю это экспертам, так же, как вот вышел, когда фильм про Симонян и Киа Саяна. Я думала, боже мой, человек, который отсматривал все эти видео, чтобы сделать короткие вставки, что с ним сейчас, где он, прошел ли он курс психотерапии. Я знаю, что частично это сделала нейросеть, и дело в том, что она сломалась, кажется, после того, как закончила это делать, потому что я недавно пытался выяснять у авторов, что с ней. Ну, в общем, нейросеть лечит до сих пор. Даже нейросеть будет плохо. Я, в общем, тебе желаю сил и морального здоровья в процессе подготовки. Очень ждем, обязательно ждем на твоем канале. Еще одно видео посмотрим. Оно связано еще с одним режиссером, с День режиссеров, который в какой-то момент стал политиком, потом стал в 2019 году таким успешным политиком, что даже снялся с губернаторских выборов в Петербурге депутат Владимир Бортко и режиссер Собачьего сердца, между прочим. А не Бортко? Бортко. Ну, это то, что я, как в Петербурге, человек, который вычеркивал его из бюллетеней, за что очень благодарен в ночь перед выборами, запомнила его фамилию и ударение. Вот. Давайте посмотрим короткое видео, тоже его обсудим. Ну, даже то, что есть посягательство на нашу территорию, есть казус Белли, абсолютный повод к войне, настоящий, без дураков. Не всяких. Как это называется? Ну, что мы сейчас ведем? Спецоперация России на территории Украины. Кончилась специальная военная операция. Она продолжает. Сегодня ночью она кончилась. Она кончилась с тем, когда нападают на нашу, на нашу родину с вами. Тут уже начинается конец, тут ее всеобщее, ну, иногда не буду говорить, как будет дальше. Но надо спасать вот этих ребят. Они защищают нас. И жизнь каждого из них дороже, чем все остальное. Когда вы говорите, ночью кончилась, вы имеете в виду крейсер Москва? Когда вы говорите про войну, вы имеете в виду объявление мобилизации тотальной? Стоп! Я не хотел говорить о крейсере Москве, тем более, что были разные. Но вы сказали, крейсер Москва это абсолютная повод для войны. Стопроцентный. Это флагман наш. И здесь думать нечего. Здесь нужна ответка, но какая? Ее нужно придумать. Что говорить? Я абсолютно убежден, что победа, конечно, будет за нами. И она нужна, чего бы это нам не стоило. Я хотела, вот ты много смотрел разных вот этих передач, ток-шоу. Как будто есть о некоторых выступающих карт-бланш на то, какие фразы, что им можно, потому что в целом это чуть разнится с позицией пропагандистов. Что на этот счет можешь сказать? Ну смотри, на самом деле там же такая штука, что эти шоу длятся часа по два, по три. И вот эти моменты эмоциональных всплесков, которые потом расходятся на видео в Телеграме, в Твиттере, минутные или двухминутные, эти всплески бывают почти у всех людей, кроме Майкла Бома. И они расходятся. То есть всю программу они более равновешенно выступают. То есть так же, как и у Соловьева, вот этот эпизод про крейсер Москва, это один только пример, то есть он дальше расходится. Все остальное время он там больше по методически традиционный шпарит. Вот. И в этом меньше удивительного. но Бортко это... Или Бортко? Бортко. Бортко, да. Это удивительный на самом деле пример того, как человек сам поверил в то, что рядом с ним говорят по телевизору, в то, что он говорит тоже. И, понимаете, это удивительная спираль, которая закручивается сама вокруг себя, когда пропагандисты верят в то, что они говорят не исходя из того, что происходит вокруг, а исходя из того, что они это уже произнесли и поэтому в это поверили. Вот. Это какая-то совершенно, не знаю, задачка для философов Древней Греции как-то получать. Ну, то есть для логиков, да. Вот. И он себя так накрутил, он так себя в этом убедил. То есть, знаешь, как болельщик футбольной сборной, потому что он считает, что вот он насиделся на диване перед матчами, то есть он так как-то подпрыгивал, значит, в экстазе. И он считает, что ему сборная это что-то должна, что значит, она обязана выигрывать, потому что он сидит и пьет за нее пиво уже пять лет на диване. Вот. Также он относится и к армии Российской Федерации, потому что вот значит, он сидит, пьет пиво, и она ему, эта армия должна, хотя, ну, жизнь несколько сложнее. Вот. Несмотря на то, как себя, и в чем себя убедил, накрутил режиссер Бортко, значит, есть сторона противника, и вдруг она оказалась в каких-то вещах не хуже, несмотря на то, что у нас армия больше, она у нас богаче, несмотря на то, что у нас по телевизору, значит, рассказывали с 2019 или 2018 года, да, об этом супероружии, о ракетах на ядерном топливе, и где это все. Если ты это смотришь на протяжении многих лет, ты в это веришь, и у тебя не вызывает никаких резонных, критических вопросов, тогда ты оказываешься перед правдой в какой-то момент, и она тебе вообще не нравится. И, к сожалению, Бортко какой-то, ну, я не врач, и тем более, на самом деле, и нормальный врач-психиатр, он не стал бы никакого диагноза, но вообще надо какие-то препараты ему прописать для успокоения, потому что это может плохо закончиться. Ну, то есть, и в этом нет ничего смешного, то есть, надо старого человека пожалеть. То есть, так же, как и я советую всем, там, своих пожилых родственников, которые прикованы, но не к постели, но к телевизору, да, то есть, к ним тоже относиться спокойнее, потому что вот это их главный собеседник последние годы и, скорее всего, в будущем. Ну, то есть, это беда, на самом деле, людей, что у них вот одно развлечение такое после, там, 50 лет жизни, у некоторых оно и раньше начинается. И всю информацию, все развлечения, они берут оттуда, и они оттуда берут жизнь. И когда настоящая жизнь их подводит, они к этому так относятся, что, значит, тут соответствие такое не началось. Их, может, Кондратьев хватит. И вот этот Кондратьев, он в прямом эфире прямо бьет по режиссеру Бортко. И чем, он ничем не отличается от обычного деда, который просто последние 10 лет смотрел телек, и он очень разочарован тем, что происходит. Ну да, и вот есть этот очень-очень радикальный, радикальный дед, и с другой стороны еще какой-нибудь радикальный, а посерединке уже и Симонян кажется такой и жалостливый, и гармоничный, и спокойный, и все остальное. Может быть, и в этом тоже. В том числе есть какая-то тактика, если она вообще существует. Я, во-первых, благодарю тебя, Илья, за то, что выделил время с нами, обсудил все, что происходит на телевидении. Во-вторых, всем рекомендую идти по ссылке в описании, подписываться на канал Ильи Шепелина. Мы ждем и обещанный фильм про Никиту Михалкова, и разбор лживых фактов и вранья, русский аналог фейков. Спасибо тебе еще раз большое. Лживые факты это значит несуществующие, это значит просто ложь. Ложь, просто ложь, разбор лжи. Банальная, банальная, самая добрая ложь. Ир, спасибо большое, вам хорошего дальнейшего эфира, до свидания. Этот ролик, как и остальные видео на нашем канале Навальный Лайф, мы можем делать только благодаря вам и вашей поддержке. Подписывайтесь на канал и становитесь спонсором, нажав на кнопку под этим видео. Это безопасный способ поддержать нашу команду. Субтитры создавал DimaTorzok